В Краснодарском крае вот уже четвертый год в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» продолжается реализация уникального профилактического проекта «Онкопатруль». В минувшие выходные 47-й по счету «Онкопатруль» прошел в Доме культуры Станицы Петровской, Славинского района. Подробнее в репортаже моих коллег. Чтобы помочь жителям отдаленных от краевого центра населенных пунктов, выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, лучшие специалисты краевого онкологического диспансера каждый месяц выезжают в районы Кубани. В минувшие выходные «Онкопатруль» прибыл в Станицу Петровскую Славинского района. Еще вчера 60 квалифицированных врачей были на страже здоровья жителей краевой столицы, а сегодня они проводят обследование и консультируют жителей нашего района. На бесплатную консультацию и скрининг обследования краевым врачам приехали жители со всего района. В этот день в Станице Петровской работали ведущие врачи-онкологи края – мамологи, онкодерматологи, онкоурологи, онкопрактологи, а также пульмонологи, психологи и другие. При необходимости давали назначение на дополнительное обследование с использованием портативных аппаратов УЗИ, цифрового флюорографа, мобильного центра здоровья. Их главная цель – предупредить – вовремя обнаружить патологию. На торжественном открытии акции к собравшимся землякам обратилась заместитель главного врача онкологического диспансера номер один. Наша цель – это ранняя диагностика опухолевых заболеваний. Бытует мнение, что рак – это приговор. Но поверьте, что это не так, конечно, при условии, если опухоль выявлена на ранних стадиях – на первой или на второй. Чтобы обследование краевыми врачами стало доступным, для многих жителей глава района Роман Сенеговский поставил задачу всем службам – организовать подвоз жителей из других поселений. Волонтёры встречали жителей и помогали им пройти весь путь – от регистрации до кабинета врача. Встретили очень радушно, много волонтёров. Прошёл концерт, всё организовано. Из зала потихонечку приглашают пройти врачей, кому каких надо. – Удобно, быстро, почему бы и нет. Либо где-то в поликлинике-то очередь стоять. То, что нужно, я для себя узнала. – Привезли – хорошо. В автобусе тёпло, светло и хорошо. Всем этим я, например, довольна. Людей, конечно, очень много. Но всё равно много говорят. Слепая я, они мне это будут и подскажут, и всё. Большим помощником в работе докторов является мамографический комплекс. Мамография – это скрининговый метод для диагностики и выявления ранних заболеваний молочных желез. Цифровой мамограф – это новейший аппарат, на котором проводят обследования женщин. О его преимуществах нашей съёмочной группе рассказала врач-рентгенолог Екатерина Кошелева. У нас очень новый мобильный комплекс. Он полностью цифровой, что ускоряет процесс, снижает толчевую нагрузку на женщин. За четыре года краевая акция уже принесла результаты. Было обследовано более 156 тысяч жителей края, почти у двух тысяч из которых выявлена онкология. На ранних стадиях заболевания находились 3,5 тысячи людей. И благодаря своей временной диагностике сейчас они здоровы. Рейса Сокол – одна из тех, кто считает, что рак – это не приговор. Она проходила обследование несколько лет назад, когда онкопатруль приезжал в станицу Анастасиевскую. Тогда у неё обнаружили опухоль и сразу же отправили в краевую столицу на операцию. Дали направление, я поехала без очереди, без ничего. Там в Краснодаре меня приняли, сразу сделал операцию. Спасибо Ткачёву, что так сделали. Я считаю, мы никогда так не пойдём сами. Большое спасибо. Я довольна. В этот день также работал мобильный центр здоровья. Там проводились скрининговые обследования населения для раннего выявления факторов риска. В комплекс обследования входит измерение, там, рост веса, тропометрические данные. Выявляем, есть ли избыточная масса тела или ожирение. Измерение артериального давления. Электрокардиограмма. Определяется уровень глюкозы в крови, холестерин, ещё и другие некоторые параметры. И плюс консультация врача. Вот мы два врача консультируем по результатам этого обследования. Дом культуры Станицы Петровской на один день превратился в большой медицинский центр. В каком состоянии находятся органы дыхания, помогал узнать врач-пульмонолог. Такой кабинет также работал в рамках онкопатруля. Чтобы сохранить здоровье лёгких, говорит Татьяна Синицкая, пульмонолог Краевой клинической больницы номер один, нужно проходить обследование и, конечно же, исключать вредные привычки, такие как курение. Один раз в год обязательно у всех, потому что лёгкие не болят, там просто нет нервных окончаний. И на флюорограммах можно рано, вовремя диагностировать и выявить какие-то заболевания. Профосмотры очень важны. С раннего утра у Дома культуры с казачьими и народными песнями выступали творческие коллективы района. А тем временем на сцене Дома культуры целый день гостей мероприятия радовали выступления ансамблей и артистов Слаенского района. А хлебосольный петровский курень кормил пирожками и горячим обедом всех, кто проголодался. По итогам дня специалистами клинического онкологического диспансера номер один было осмотрено более 3000 жителей Слаенского района. Проведено 472 ультразвуковых исследований, 43 маммографических исследования. У 78 человек выявлены предраковые заболевания. Подозрения на злокачественные новообразования обнаружены у 51 человека. Всем им были выписаны направления на дальнейшее обследование, а это значит, у пациентов есть шанс на полное выздоровление.